Знаки раковины Усыпальницы царей и знати, конечно же, отличаются от погребений простых людей. В богатых могилах найдены дорогие вещи из бронзы и нефрита, разукрашенное оружие. Вместе с умершими, богатыми людьми хоронили слуг, возможно, рабов. В частности, находили трупы с отрубленными головами. Предполагают, что иногда рабов хоронили и живыми. Еще совсем недавно ученые считали иньское общество доклассовым, отмечая при этом, что к концу его существования, а это XII век до н.э., произошло разложение первобытно-общинных отношений с переходом к рабовладельческому строю. В конце концов, китайские ученые признали иньское общество рабовладельческим, классовым. В этом им помогли исследования по расшифровке иньских надписей на костях и, собственно, археологические раскопки. Однако установить точное время перехода от родового общества к рабовладельческому довольно трудно. Хотя данные раскопок, которые отражают классовые отношения и относятся к периоду после перенесения столицы царем Паньгеном в Шан, то есть к XIV веку до н.э., можно предполагать, что классовое общество возникло еще до этого времени. Понятно, что в течение еще довольно длительного времени рабовладельческое общество сохраняло пережитки первобытно-общинных отношений. Заслуживающим наибольшего доверия литературным источникам, данные которого освещают период, предшествовавший созданию династии Шан, является глава «Основные записи об инь» из исторических записей «Сыма Тяня». Приводимый автором список иньских ванов, царей и правителей, в основном подтверждается надписями на костях. Это дает основание считать информацию Тяня достаточно верной. По сообщаниям того же «Сыма Тяня», Чэн Тан, обращаясь к Джухоу, военачальникам, и к населению, отмечал, «Тех из вас, кто не будет уважать мои приказы, я сурово накажу и уничтожу, пощады никому не будет». Так говорят вожди, уже полностью распоряжающиеся жизнью подчиненных. Государственный строй Рабовладельческое государство Шан-Инь за достаточно долгий период своего существования пережило значительные изменения. На самом раннем этапе оно сохраняло пережитки родоплеменной военной демократии, о чем свидетельствует существование в то время Совета старейшин. К сожалению, дальнейшее развитие государственной организации привело к образованию в ней черт деспотии, к монополизации царями всей полноты власти. Первым и самым крупным рабовладельцем, а также номинальным верховным собственником всей земли в государстве был царь. Он же являлся первосвященником и верховным главнокомандующим. Религия считала необходимым укреплять авторитет царя. С этой целью она представляла его в глазах народа существом сверхъестественным и божественным, сыном неба, который управляет поднебесной страной якобы по велению неба. Интересно, что в самом начертании знака «ван» — «царь» выражена идея величия верховной власти, соответствующий иероглиф состоял из двух элементов — «великий» и «единственный». В более поздние времена понятие «великий» в рассматриваемом знаке заменили изображением неба, что связывалось с религиозным представлением о божественном происхождении царей. Государственный аппарат возглавляли цари государства Шан-Инь. Ученые не имеют подробных данных, которые бы указывали на структуру госаппарата иньского периода. Надписи на костях и бронзе по этому вопросу дают отрывочные сведения, приводя всего лишь отдельные термины, объясняемые как название должностей военных чинов. Данные литературных источников более позднего происхождения, которые рисуют довольно сложную государственную организацию иньского периода, требуют критического подхода и до настоящего времени не подтверждены расшифровками надписей на костях. Существовали древние атрибуты государства, армия и тюрьмы, что подтверждают надписи на гадательных костях. Упомянутые выше надписи несут в себе целый ряд иероглифов с изображением различных видов наказаний и казней, сожжения на костре, повешения, четвертования, обезглавливания, закапывания живым в землю. Использовались и более легкие наказания, отрезали нос и уши, отрубали руки и ноги, выкалывали глаза и так далее. Некоторые знаки изображают человека с колодками на руках и в ящике или в яме в своеобразной тюрьме. Литературные памятники подтверждают существование в иньский период некоторых из этих наказаний. Структура общества В государстве Шан, инь, существовали рабы, рабовладельцы и земледельцы-общинники. Рабовладельческую подструктуру общества составляли иньская рабовладельческая светская аристократия, жреческая аристократия, она же и рабовладельцы, и рабовладельческая аристократия подчиненных иньцам племен. Формирование светской рабовладельческой аристократии происходило из окружения царя, сыновей, иных родичей, близких людей, подчиненных. В надписях на костях они определяются знаками хоу, нань, цзы, бо. Эти термины возникли еще в дорабовладельческий период. В последующие времена они изменили свое содержание и перешли в разряд титулов знати. Термин или знак хоу первоначально означал военачальника рода племени лучника. В период шан-инь термин хоу применялся для обозначения военачальников царя Вана, которые им посылались для охраны пограничных территорий. В надписях они встречаются наряду с названиями земель, которыми управляли. Гадательные надписи указывают, что на одних и тех же землях находились как хоу, так и другие представители царя, сыновья, например, которые управляли этими землями. Термин бо, то есть буквально дядя, стал означать теперь военачальник, управитель области, но по общественному положению бо был старше хоу, ибо являлся правителем нескольких или даже многих хоу. Термин «дзы» со значением «сын» стал впоследствии обозначать сыновей царя. Очевидно, что сыновья также назначались управителями областей. В многочисленных надписях иньцев обнаруживаются сочетания знаков «дзы» с названиями местностей, например, «дзы джен», «дзы шуй», что означало «царский сын области джен», то есть посланный в джен, «царский сын области Сун» и так далее. Со временем знак стали применять для обозначения аристократического титула вне зависимости от того, был ли его носитель сыном царя или нет. Вожди некоторых племен, подвластных иньским царям, также получали от правителей почетные звания «хоу» и «бо». Особенно это практиковалось в конце периода существования иньского царства, когда оно ослабевало под натиском соседей. Жреческую рабовладельческую аристократию составляли жрецы, колдуны, предсказатели, чревовещатели. Они занимали очень важное место в государстве Шан-инь, ибо помогали царю и рабовладельцам в управлении массами рабов и свободных общинников. Свободные общинники-земледельцы являлись значительной частью населения времени Шан-инь, играя достаточно важную роль в государстве. Древние литературные источники Китая свободных земледельцев называют по-разному. В книге документов «шудзинь» они фигурируют как народ, кинь, мелкий люд, сяоминь и так далее. Свободные общинники были не только одним из главных производителей слоев общества, но представляли и значительную политическую силу, с которой рабовладельцам приходилось считаться. О книге исторических преданий или книге документов следует сказать, что это памятник классической конфуцианской литературы. Точная дата появления книги неизвестна, однако она существовала уже при Конфуции, шестой-пятый века до нашей эры. До нас дошла в более поздние редакции. Несколько глав созданы в пятом-третьем веках до нашей эры. Материалы, содержащиеся в книге документов, имеют отношение как к первобытно-общинному строю, так и к обществу, в котором появились рабы. Последние находились в очень тяжелом положении. Их могли продавать, дарить, лишать жизни, обменивать на вещи, чтобы они не могли бежать, их клеймили, рвали ноздри, заковывали в колодки или кандалы, отрезали уши и так далее. Рабы выполняли самую грязную и тяжелую работу. Как уже упоминалось, их приносили в жертву богам. Одна из гадательных надписей извещала «приносится в жертву раненый раб». В другой говорится «сжигаем раба, чтобы землю оросил дождь». Об этом же свидетельствуют и обнаруженные при археологических раскопках иньской столицы обгорелые кости людей. Рабство В период Шан-инь рабы не имели своего наименования, но существовало несколько иероглифов для обозначения рабов, что особенно характерно для раннего периода рабовладельческого общества. К примеру, иероглиф «ну», обозначающий понятие «раб», изображал человека, стоящего на коленях, со связанными сзади руками. Возможно, это был пленный. Рабов из военно-пленных обозначили иероглифы «си» и «фу». Первый знак изображал склоненного и со связанными руками человека, с веревкой на шее, иероглиф «фу», по начертанию, похож на первый, изображая человека, которого схватили рукой. Китайские ученые предполагают, что «цэ», «тун», «цай», «чэн» и «пу» обозначали домашних рабов. Знак «цай» состоит из графических элементов крыши, ворот и клеймения. Возможно, он обозначал рабов, исполняющих работы внутри дома. Иероглиф «цэ» состоит из неполного знака «синь» — клеймения, и иероглифа, который означал «женщину», то есть выражал понятие «женщина с клеймом» — рабыня. В более позднее время этот знак стал носить другое значение — наложница. Иероглиф «пу» изображал человека с клеймом на лбу. Иероглиф «чэнь», возможно, означал «смирившихся военнопленных», которых хотя и превращали в рабов, но за их покорность выделяли среди остальных, поручали им служебные задания, например, наблюдение за другими рабами. Отсюда и более позднее значение знака «чэнь» — слуга, клерк, чиновник. Рабство поддерживали постоянные войны иньцев с соседними племенами и захват пленных, а также ряды рабов пополнялись за счет осужденных. Последнее утверждение, однако, носит только предположительный характер. Помимо этого, знать и цари получали рабов от подчиненных племен, рабов присылали в качестве дани и наряду с другими предметами. О поступлении этих рабов в иньскую столицу сообщают и гадательные надписи на костях. Использовались рабы по преимуществу в скотоводстве и частично в земледелии. В надписях иньского периода говорится об обработке полей пленными из племени цян. В других надписях находим прямые указания на то, что в скотоводстве использовался труд рабов из захваченных пленных. Рабы служили ездовыми на охоте, чаще всего они были из зависимых племен. Рабов, как считают некоторые ученые, использовали и для обслуживания церемоний, жертвоприношения, уход за жертвенным скотом и его заклания. Сельская община и земельные отношения Еще до времени возникновения государства Шан, инь, в земельных отношениях произошли значительные изменения. Распадалась родовая собственность на земле. Со временем племенные вожди, усиливая свою власть и превращаясь в царьков и царей, стали единолично распоряжаться общиной землей, считая ее государственной собственностью. Данные о том, что иногда ваны, правители, дарили землю своим подчиненным, встречаются в надписях на инской бронзе наряду с информацией о пожаловании рабов. Впрочем, это отнюдь не означает, что аристократы и рабовладельцы имели только подаренную землю. Скорее всего, в руках знати оставалась и какая-то часть родовых земель, попавшая к ней в результате распадения первобытно-общинных отношений и самой родовой общины. Правда, стоит отметить, что данных о переходе каких-либо земель в полную частную собственность нет. Свидетельства о купле-продаже земли или о ее закладе отсутствуют как в литературных китайских источниках, так и в надписях на костях и бронзе. Нет достоверной информации и о каких-нибудь царских хозяйствах периода царства Шан-Инь. В общественных отношениях иньского времени ведущую роль играла община. В надписях на костях она изображалась знаком И, то есть поселения людей. Вероятнее всего, это было селение община или несколько общин в совокупности. В более позднее время этот иероглиф стал обозначать понятие города, территории, средней величины владения. К сожалению, надписи на костях и бронзе не позволяют представить общую картину распределения земли и внутреннюю организацию общины. Для обозначения полей использовался знак «колодец». Если его обвести линиями, то получим фигуру, в которой девять квадратов, то есть девять полей. Впрочем, сам иероглиф «поле» иногда изображался также в виде девяти квадратов. Как сообщал в IV-III веках до н.э. философ Мэн-Дзи, восемь полей будто бы находились в частном пользовании восьми семейств, а девятое, которое находилось в центре, обрабатывалось сообща всеми восьмью семействами. Мэн-Дзи утверждает, что такое распределение земли характерно для времени, следующего за периодом Шан-Инь. Однако в позднейших сочинениях встречаются указания, относящие подобный порядок землепользования и к рассматриваемому нами времени. Все вышеизложенное дает исследователям основания предполагать, что общинное пользование землей во время Шан-Инь было организовано по принципу колодезных полей. Исходя из данных исторических источников, можно предположить разделение земли свободных общинников на две категории Сы-Тянь, т.е. частные поля, и Гун-Тянь, т.е. общественные поля. Последнее обрабатывалось совместно общиной, весь сбор урожая поступал старости общины, который отправлял урожай управителю данного района или области, а тот, в свою очередь, отсылал собранное со всего района в столицу, царю царства Шан-Инь. Поля Сы-Тянь находились в индивидуальном пользовании каждой семьи. Сбор урожая с этих полей шел на прокормление свободных общинников. Интересно, что частные поля не были собственностью их владельцев. Кризис иньского государства и падение царства Шан-Инь Бегство рабов от своих хозяев было в те времена обычной формой выражения протеста против рабовладельцев. В надписях, обращенных к оракулу, ставится вопрос о том, убегут или не убегут рабы. Вопрос, заданный гадателю, сформулирован следующим образом. «Потеряю ли я рабов?» Подобные записи относятся и к периоду правления Вэнь-Дина в XII веке до н.э. Фактов активного сопротивления рабов китайские литературные источники и надписи не приводят. Но есть свидетельства о случаях протеста разорившихся общинников. Когда царь Пань-Ген в 1401-1373 годы до н.э. Решил в 1388 году до н.э. Перенести свою столицу в другое место, называвшееся Шан-Инь. С переселением туда жителей он встретил недовольство своих подданных. Об этом протесте в Шудзине говорится следующим образом. Народ инь печалился и тяжело вздыхал, роптал и не желал переселяться. Согласно некоторым сообщениям китайских источников, ученые делают вывод, что внутренние противоречия в рабовладельском обществе Шан-Инь к этому времени значительно обострились. Усилению кризиса иньского государства способствовали учащение войн и довольно интенсивная эксплуатация рабов и свободных. У Сыма Цяня часто встречаются негативные характеристики иньских царей. Особенно резкие оценки получил последний иньский царь Шоу-Ди Синь, который властвовал в 1154-1122 годах. Сыма Цянь указывает, что названный царь значительно увеличил налоги и сборы, в результате чего народ начал роптать, обострились противоречия и между царем и знатью, ибо среди Чжухоу военачальников были и такие, которые восставали. Шу-Ди Синь дает прямые указания на восстание в XII веке до н.э. не только знати, но и простых людей. В главе вэйский правитель, брат последнего иньского царя, управлявший владением вэй, например, нарисована картина всеобщего недовольства деспотизмом царя. В ней говорится, Сяо Минь, мелкий люд свободной общинники, восстает и враждует друг с другом. Ныне царство Инь разрушается. Чтобы уничтожить переживавшее агонию царство Шан, Инь, достаточно было одного сильного толчка. В конце концов оно пало под ударами извне. Племя Джол стало его могильщиком, а помогла более могучим пришельцам инская рабовладельческая аристократия, восставшая против своего царя Шоу-Ди Синя. На протяжении всего периода своего существования государство Шан, Инь, вело постоянную борьбу с соседними китайскими племенами. Многие из этих племен были покорены государством иньцев и вошли в его состав. Иные же были превращены в рабов. Некоторые более сильные племена оставались формально самостоятельными, но фактически подпали под влияние царей династии Шан-Инь. Иньцы предусмотрительно не изменяли у этих племен общественных порядков, не трогали их старейшин, даже наделяли последних почетными званиями, но обязывали посылать дань иньским царям. К этим подчиненным образованиям относились племена Цян, Шу, Чжоу. Со временем они настолько окрепли, что перестали посылать дань, а затем и сами стали вторгаться в пределы царства Шан-Инь. Во времена правления Удина велись частые войны с западными племенами Шу и Цян, которые поднимали восстание и прекращали присылку Дани. На иньских гадательных костях встречаются следующие записи. Царь приказывает, следует указание, кому конкретно воевать против Цян. Временные победы иньцев над племенами не приносили постоянного мира. Восстания приняли особенно большой размах во время царствования уже упоминавшегося последнего царя иньцев Шоу-ди-Синя. Он лично принимал участие в подавлении одного из таких восстаний, о чем свидетельствуют многочисленные начертания на костях и на бронзе. После подавления племени Жень-Фан возникла еще большая опасность, ибо против иньцев выступила коалиция племен во главе с племенем Джоу. В период, когда на троне Шаун-инь находился царь Сяо-и, племя Джоу переселилось с запада на восток Китая на территорию Цси, теперь это провинция Шэн-Си. Уже к двенадцатому веку до нашей эры оно должным образом упрочилось в долине реки Лэй, интенсивно развивая культуру земледелия. Занималось это племя и скотоводством, особенно разведением свиней. Они же выплавляли металл, знали предение и ткачество, другие ремесла. В общественные отношения привносились элементы рабовладения, что подтверждает изменившийся характер войн, которые вело племя Джоу. Теперь они воевали с целью захвата рабов и грабежа имущества. Новые цели войны выражены в напутствии вождя Джоу Увана своим воинам накануне последнего похода против царства Шан-Инь. На полях Шан не нападайте на тех, кто перебежит к нам, пусть работают на наших западных полях. Известно, что вожди Джоу состояли в тесных контактах с инскими царями, являясь данниками последних. За услуги в борьбе с другими племенами инские цари часто жаловали вождей племени Джоу землею и имуществом, одаривали титулами рабовладельческой аристократии, разрешали им в особых случаях наказывать непокорные племена и тому подобное. Субтитры создавал DimaTorzok